Это Пегасо Z102, и он был самым быстрым серийным автомобилем в своего времени. А началось всё с того, что в Испании после гражданской войны потихоньку стали национализировать предприятия. И вот Вильфредо Рикард, который в своё время работал в Альфа Ромео и сотрудничал с Энсо Феррари, решил вернуться обратно в Испанию, чтобы помочь восстановить автомобильную промышленность. И вот в 1946 году была создана национальная автомобильная компания, где собирали грузовики, автобусы и прочую технику. И вот однажды Вильфредо получил разрешение от правительства на создание спортивного, роскошного автомобиля. Основная мотивация состояла в том, что этот автомобиль должен был стать национальной гордостью. Так вот, чисто технически, это была тележка сверху, которую натягивали кузов. Коробка передач находилась сзади для лучшей развесовки, но вишенка на торте стала алюминиевый V8, у которого было 4 клапана на цилиндр, 2 распредвала на голову, полусферическая форма камеры сгорания и 4 карбюратора Weber. В результате этот 3-литровый двигатель выдал невероятный по тем временам 360 лошадиных сил. И вот в октябре 51 года на парижском автосоне был представлен новенький Пегасо Z102. А в сентябре 53-го и удалось раскачь гореть до 243 км в час, тем самым побив предыдущий рекорд Ягуара в 213 км в час.